И вновь о наболевшем. Обманутые дольщики. На этой неделе в России заработал Федеральный фонд застройщиков, куда компании будут перечислять взносы. Этакая подушка безопасности для участников долевого строительства. По данным, на вечер пятницы за первую неделю работы фонда свой вклад внесли уже более 30 компаний из 14 регионов России. Застройщиков из Якутии в этом списке нет. По мнению ряда экспертов, нововведения сократят на рынке ряд стройкомпаний. Законы выставляют все более жесткие требования к застройщикам. Но власти таким образом стараются максимально защитить население от недобросовестных строителей. Ситуация разбиралась в Саргылана Захарова. Долевое строительство сегодня имеет большой спрос среди населения. Выгодная стоимость квадратного метра в строящемся доме привлекает покупателей. Но существует немалый риск при заключении такой сделки. На данный момент в стране насчитывает 830 проблемных объектов. Число граждан, заключивших договоры долевого участия в них, составляет 86 тысяч человек. При этом в реестры обманутых дочек включены из них всего около половины. Чтобы не пополнить эти списки, при нынешнем разнообразии предложений выбора застройщика весьма ответственное дело. А по какому же принципу выбирают строителей и жителей Якутска? Ситуация меняется каждый день. Лучше ориентироваться на проверенные источники. Ну, поспрашивал у людей официальные источники. Сарафанная радио. Ну, наверное, как они раньше работали, вот это надо смотреть. Я бы, например, купила бы только у знакомых. Так называемое сарафанное радио больше всего влияет на выбор потенциальных покупателей. Советами знакомых воспользовалась и Наталья Овчарова. Совсем недавно она приобрела жилье в одном из развивающихся кварталов города. Привлекли не только отзывы, но и выгодные условия. Мне понравилось то, что у них такая лояльная очень система, потому что если ты придешь в банк получать ипотеку, тебе нужно ставить огромную кучу бумаг, а находясь в декрете, ты понимаешь, что это вообще нереально, что два НДФЛ у тебя будет совсем маленький. Тут, конечно же, большой плюс, что ты приходишь с одним паспортом, и они точно так же идут на доверие, что ты к ним, что они к тебе. Срок сдачи дома – сентябрь следующего года. Сейчас строительство идет полным ходом. Половина домов в жилом комплексе уже сдана. Как говорит наша героиня, это и есть для нее гарантия надежности. Однако специалисты в сфере недвижимости считают, что надежнее все-таки заключать сделки через банки. Потому что банк сам проверяет его платежеспособность, его отчетность. Новые компании, которые еще не ввели ни разу дом, они, конечно, в этом списке не будут. Сразу аккредитацию не смогут пройти. Отметим, что в будущем поправки в законах должны привести именно к этому. Привлечение дольщиков будет возможным только через банки. Но утверждать, что такой механизм будет внедрен, пока рано. Проект соответствующего закона сейчас находится на рассмотрении. Однако некоторые пункты документов все же заставили всерьез побеспокоиться о будущем строительного комплекса республики, как самих застройщиков, так и профильное министерство. Хочу сказать, что с 1 июля 2018 года в связи с введением федерального закона номер 218 уже, возникают большие риски того, что строительный комплекс, да, понесет большие потери. Здесь идет речь об ужесточении требований к застройщикам, привлекающим средства дольщиков. Одно из положений законопроекта касается капитала компаний. Оно обязывает их иметь на специальном счете – порядка не менее 10% стоимости всего возводимого объекта. С одной стороны, это очистит рынок от ненадежных застройщиков, а с другой – заставит многие компании уйти с рынка, что не сможет не сказаться на объемах вводимого жилья. Это очень существенно повлияет, поскольку, если взять статистику, мы 600 тысяч квадратных метров вводим ежегодно жилья. И, значит, если взять соотношение с участием государственных средств или муниципальных средств, то это доля государства где-то в пределах 15%. Согласно документу, будет урезано и поле деятельности строителей. Так, если сейчас застройщики вместе с возведением дома еще и создают инфраструктуру вокруг него, то с 1 июля, согласно проекту закона, для этого им придется получать дополнительные разрешения. Застройщик также несет затраты на реконструкцию сетей, которые в нашем регионе часто ветшают или неразвитые, позволяет построить новые водопроводы, позволяет построить новые сети электроснабжения, газоснабжения. Помимо этих двух пунктов, есть еще ряд положений, с которыми на сегодня не согласны якутские строители. Но это то, что должно произойти в следующем году. А в этом одной из значимых новшеств в законе о долевом строительстве, вновь созданный компенсационный фонд принял первые заявления от застройщиков. Примечательно, что вместе с этим меняется и вся процедура заключения договоров долевого участия. Если по 214 закону договор просто регистрировался, то сегодня и только при наличии внесения соответствующей суммы в фонд, Росрегистр будет регистрировать договор долевого участия. В фонд застройщики обязаны вносить 1,2% от суммы каждого договора долевого участия. Это средний размер страховых взносов, которые раньше выплачивали компании. В будущем, если строительство будет сорвано, то за счет средств фонда либо достроят объект, либо возместят ущерб дольщику. В конечном итоге все нововведения должны привести к полной смене рынка недвижимости. Долевое строительство сменит новый механизм проектного финансирования. Таким образом должна разрешиться проблема обманутых дольщиков. Однако как отразятся перемены на строительстве жилья, пока неизвестно.